Приветствую вас на канале Безарворот, меня зовут Макс. И вы скажете, Безарыч, а что это такое сзади тебя там? А сзади меня, если вы не узнали, школьное столовое. И сегодня мы с вами посмотрим, что же едят ученики сегодня в школах разных. Кстати, наложите себе покушать, потому что видео будет весьма таки аппетитное. Ну а мы, собственно, погнали. У-у-у, что-то ты плохо выглядишь, друг. Иммунитет на нуле, здоровье слабенькое, кожа бледная, настроение на нуле. Пора это исправить. Скорее париться в баньку. Баня сделана из сибирского кедра, который будет делиться с вами своей целебной энергетикой. Печь в виде камина создаст уют. Банька удобная, красивая, что самое главное вместительная. Всей семьей можно париться. Айда-бочка делает реально крутые бани. Установка заняла всего лишь один день. Банька хорошо проветривается, не гниет, не рассыхается. А вот и наш парильщик, собственно. Смотрите-ка, какой красавчик. Румяный весь. Заходите, смотрите, выбирайте, заказывайте свой вариант баньки на сайте айда-бочка-рф. И поправляйте свое здоровье. Ссылочка в описании под видео. Давайте-ка посмотрим, что в России в некоторых школах едят. Как вы знаете, не во всех школах одинаково едят. Но давайте-ка взглянем на несколько примеров того, в каких школах что едят. Например, вот в этой школе российской вы можете увидеть, что кушают пюрешка, котлета, булочка, что тут чай, хлеб и, конечно же, борщик со сметаной. Посмотрите-ка. Правда, пюрешка как-то выглядит, как будто кусок какой-то картохи просто кинули. И чай какой-то странноватый, как будто не заварены до конца. Ну, зато с лимончиком. Вот так вот. Я прям что-то сразу есть захотел. Но я же люблю покушать. Морда не зря такая большая. Давайте в следующую школу переместимся. Что ж там едят? Итак, вот, так сказать, школьный обед еще в одной школьной столовой. Как вы видите, здесь уже немножко другое. И здесь уже борщик-то со сметаной тоже. А что здесь, по-моему, перловая каша, две фрикадельки. Ну, фрикадельки как-то выглядят так странновато. Компот, две кружки, что там. По-моему, не знаю, что это яйца, что ли, или какая-то. А что это такое? Напишите в комментариях. Лучок, хлеб, компот, булочка. Там, видимо, сметана с сахаром, может быть, типа йогурта что-то или что. Вот так вот. А это, похоже, какая-то запеканка или яичница что-то. Вот такой вот обед. К сожалению, не все школы подписываются, но вот это школа Ярославля. Смотрите-ка, Ярославль здесь кушают рис. Анкл Бенц, если кто знает, помнит такую рекламу. Но выглядит как-то не особо аппетитно, если честно. Котлеток тоже какая-то недожаренная, что ли. Как мы видим, салатик с морковкой, капустой там есть у нас. И какой-то супчик простенький. Ну и темный хлеб. Вот такой вот черный хлеб. Кусочек. Ну хлеба много есть вредно, как вы понимаете. Поэтому Ярославль заботится о вашем здоровье. Ну рис, правда, как будто, блин, как будто роллы хотели из него делать, но решили покормить школьников. Это обед, кстати, из Москвы. Да, всем москвичам привет, кто смотрит. Смотрите-ка, здесь гречка. Гречка это наше все. Это великий продукт всея Руси. Самая дорогая, зараза. Ну полезная каша, полезная. Две котлета-фрикательки. Ну выглядит как-то они не аппетитно, слушайте. Ой, не-не-не. Выглядят не очень. Так, что у нас еще здесь есть? Капуста с огурцами, салат. Компотик. Два батона кусочка и хлеб какой-то не очень красивый. Ну и супчик какой-то, видимо, тоже борщик. У нас борщ, так сказать, во всех школах, так я понял, дают. И мармеладка какая-то, черная смородина. Не знаю, это дают тоже, так сказать, в обедах школьных. Если дают мармелад, напишите в комментариях. Мне любопытно просто узнать. Ну знаете ли, вот эти фрикадельки, что-то как-то, или это котлеты, ну выглядят... Ну как-то они не айс, не аппетитно выглядят, да? Как будто две лепехи коровьи, блин. Следующий у нас, так сказать, обед прямиком из города Курска. Смотрите-ка. Ну, во-первых, мы видим борщ, который со сметаной, да, справа. Ну всегда борщ то есть есть. Потом свекольный какой-то салат. Ну какой-то такой себе, знаете ли. Макарошечки с подливой, с мясом. Печеньки есть. И чай со смайликом. Смотрите. Ну если это специально сделали со смайликом, то, блин, респект. Прикольно. Ну, здесь уже другое, да? Здесь выглядит все так весьма аппетитно, слушайте. А это у нас школьный обед из небольшого какого-то городка, видимо. Давайте-ка просто посмотрим, что у нас рисовая каша с маслом, да? Молочная, видимо. Какао и батоны. Все, в принципе, хорошее, да? Много кушать вредно. Все. Какие вам там фрикадельки, котлетки, все. Кашу, так сказать, перекусили. Какао запили. И все нормально. Можешь батон погрызть, взять с собой. И нормально. А это, друзья, суровый сургутский школьный обед. Да. Смотрите-ка. Здесь у нас макароны. Сосиска, ну, какая-то, или сарделька. Но она такая, ну, такая хухонькая, такая маленькая, знаете ли. Выглядит какая-то синюшная. Но зато мандаринка есть. И, так сказать, какао, да? Ну что, какао, это, знаете ли, полезная вещь. Какао, это полезная вещь. Поэтому, я думаю, какао нормально. Ну, и мандаринка, витамины, все-таки витамины. Тоже вполне себе так, да. Вот, друзья, еще один школьный обед. Прямиком с Дальнего Востока. Смотрите-ка, здесь кушают ученики. Также борщ. Только здесь как-то уже, так сказать, сметанки уже не хватило. Видимо, в центральной части России сметану далеко доставлять. Поэтому борщик без сметаны. Компот. Яблочный, видимо. И гречка. Кусок свеклы. Главное, чтобы он вареный был. Потому что сырой грызь, так сказать, свекла. И котлета. Котлета выглядит, как будто, знаете ли, 90-летняя бабулечка. Бабушка. Сейчас я вам покажу эту котлету. Вот так вот котлетка это выглядит. Ну, как-то, знаете ли, по мне... Ну, как-то неаппетитно. Ну, в общем, всем Дальний Восток, ученикам, так сказать, крепитесь, друзья. Крепитесь. А это у нас обед уже из северных городов, так сказать, территории России. Смотрите-ка, что здесь кушают. Котлета здесь одна из самых аппетитных, которые мы видели, да, в предыдущие все обеды. Прям вот она хочет ее съесть. Макарошки какие-то такие себе. Ну, не очень аппетитные такие все, знаете ли. Бледненькие, да, такие. Капуста, конечно же, покушать там. И кусок хлеба. Единственное, я не вижу, как пить. На севере там снег, можно топить, пить, как бы. Поэтому, наверное, компот не делают. Снежок растопил и пьешь. А что, проблема-то, что ли? Подумаешь, будет еще тебе там компот наливать. Потому что это компот еще хочешь? Иди, топи снег просто. И в стакан наливай, пей. Что-то проблема, что ли? Суровый север там. А ты что, вроде, вдумал тут еще. Будет тебе еще тут компот наливать. Ага. Это у нас, друзья, уже Ярославль. Что же в Ярославле кушают? Смотрите-ка. Ну, довольно-таки выглядит симпатично. Правда, борщик это, да? Или что это такое? Там какие-то водоросли. Что это такое? Что-то в борще. Ну, ладно, короче. Главное, там сметана есть. Она как бы все закрасит. Будет нормально. А рис с какой-то жидкостью. Подлива, наверное. Ну, котлета обычная, магазинная. Да, особо. Чтобы не париться, видимо. Сверху там, я смотрю, сырник, наверное, какой-то. Или что-то типа того. И компот. Ну, по крайней мере, на компот хватило, так сказать, ресурсов. Единственное, хлеба нет. Как же без хлеба есть? Не знаю. Ярославль напряженка с хлебом, видимо. Я не знаю. Ну, если вы с Ярославля, то напишите, что. Может, вам хлеб выслать? Я могу, в принципе, по почте. Что, вышло? Ладно, я шучу, шучу. Знаете ли, порой говорят, москвичи зажрались. Там жируют себе в Москве сидят. Ну, посмотришь на вот этот обед. И действительно, по сравнению с предыдущими обедами, как-то странновато. Смотрите-ка. Это у нас Москва. Здесь у нас, так понимаешь ли, рис. Еще есть с кукурузкой. Все это с соусом. Две большие котлеты. Смотрите, у нас слева салатик. Селедочка жирненькая. Четыре куска почти. Картошечка там мелко нарезана. Борщ. И смотрите, как куча хлеба вон стоит. Еще и компот. Да, блин, после такого обеда какое нафиг обучение. Я ляжу пузом вверх, буду лежать, просто отдыхать. Просто на парту ляжу и буду лежать. Ох, я объелся. Не, ну на самом деле, ну что это такое? Ну это что? Это объесться можно. Вот так вот, друзья, вот так вот москвичи кушают. Да, да, да. Это у нас Екатеринбург. Екатеринбурги что-то едят детишки. Не знаю, что это такое. Мне страшно, мое воображение печатает такие картины, знаете ли, страшноватые. Вы как думаете, что это такое? Похоже... Нет, ну это похоже на манную кашу. Хлеб, компот. Ну что это за черные пятна? Что это? Ну как-то так. Я не буду говорить свое предположение, что это такое. Если вы такое ели, то напишите что, чтобы я успокоился. А то же я спать не буду ночами. Ну это как это? Еще и называется эта фотография в Екатеринбурге сэкономят на школьном питании. Теперь понятно, на чем они сэкономят. Да? Пронзительный его взгляд. Вы только взгляните. Снова картошка. Завтра картошка. Послезавтра картошка. После-послезавтра картошка. Опять картошка. Да сколько можно есть картошку? Прямо у него читается в глазах. Бедный парень. Как он мучается, а? Ну ничего, парнишка. Всего лишь 11 лет. Будешь есть картошку. 365 дней в году и все. А потом будешь кушать уже, что захочешь. Потерпи, дружок, потерпи. Вот такие вот, друзья, обеды в школьных, так сказать, столовых России. Следующий видос, если вам это понравилось, конечно, оцените его лайком. Подпишитесь на канал обязательно, без арбора. И я сделаю еще школьные обеды в других странах. Хочу посмотреть. Казахстан, Украина, Беларусь. Армения, может быть, Грузия. Ну и другие страны. Азербайджан, там посмотрим. Молдова, Германия, там. Ну вот так вот погуляем по странам, посмотрим, где что кушают. Довольно-таки это любопытно. Интересно. Ну вот такие дела. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Так, надо пойти разогреть котлетку съесть. Что-то я жрать захотел. Хотя куда есть, надо на диету садиться, блин. Вот проблема-то, вот проблема. Редактор субтитров А.Семкин